здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас я открываю рубрику подкасты отдельный плейлист и первый гость вот у нас совместный эфир это павел себастинович предприниматель и политику же можно сказать да можно наверное общественный деятель общественный деятель предприниматель и я уверен в будущем политик павел себастинович ваш основной бизнес это фью чипсы ну я думаю что многие вас я лично знаю по этому продукту по этому бизнесу так люди может быть просто являются потребителями вашего продукта а лично вас еще не знаю теперь буду знать поговорим о реформах вы выпустили видео с разбором обзором на то что я предложил я внимательно послушал я хочу сделать некоторые уточнения с вами обсудить и вашу альтернативу может быть на какие-то вопросы я так вижу вы занимаетесь этим тоже плотно вопросом но я где-то тринадцатом году начал заниматься более таким пристальным изучением экономики с четырнадцатого года уже начал свою общественную деятельность после майдана ты активно мы на ты я для зрителей скажу мы заранее договорились над ты ты активно участвовал в лоббировании это наверное правильно неправильно я планирую налога на выведенный капитал да я участвовал в рабочих группах и в налоговом комитете тогда была южанина главой налогового комитета а потом в министерстве финансов это когда министром финансов был александр данилюк ну я хочу по пунктам вот я просто впереди паровоза всегда ставлю экономику потому что из того что я изучал не видел стран где честные суды и остальные сферы жизнедеятельности человека и государства нормальная скажем так без сильной экономики да про налог про налоги и частности про налог с продаж почему я сторонник такого налога потому что сша япония австралия в принципе давний изученный опыт успешные страны я просто категорически вообще противник ндс это всегда убивало лично мой бизнес киеве 10 лет занимался бизнесом в киеве и занимался бы дальше если не занялся скажем так невольно политикой я вот убежден что налог с продаж это лучшее что может быть вообще в принципе в системе понятно и вот там то что ты прокомментировал как отличать то есть как будет определяться кто был конечный потребитель кто нет как это работает в америке значит если я занимаюсь перепродажей я онлайн там за пару дней случае с украины это можно сделать за 15 минут генерирую такой сертификат для перепродажи реселл сертификат это называется где будет серийный номер и если я куда-то прихожу его показываю на меня не начисляют лог с продаж я живу во флориде здесь 76 процента лог с продаж вот поэтому для украины я вижу примерно такую же систему то есть если ты приходишь с этим сертификатом который ты сгенерировал себе на себя лично или на свое предприятие ты приходишь его предъявляешь либо ты онлайн делаешь покупку и ты его там отправляешь допустим показываешь тебе его не начисляют вот и все здесь в америке и я изучал японии и в австралии похоже я сталкивался здесь с этим если компания занимается дистрибьютор стом то есть на дистрибьютор естественно она сама по себе даже не хочет работать с конечным потребителем она просто ставит условия мы не продаем тем у кого нет сертификата для перепродажи то есть оптовая база она априори не работает с теми у кого-то сертификата нету про саму ставку 77 процентов я поставил честно говоря и по маркетинг вот я уже вижу лучше было делать 10 и по просчетам все все по 10 будем говорить поэтому я на 10 принципе считаю это разумно было бы 10 на с продаж дениса у тебя налог на доходы на частного на лицо 10 10 считаю налог с продаж и все или у тебя еще корпоративный налог напомни пожалуйста налог на выведенный капитал 10 и ну я против такой системы ничего не имею я единственное что согласен полностью с тобой что ндс это штука которая в украине не работает точно ну я знаю как это работает в европе в германии в литве там это вообще настолько автоматически что вот в литве буквально кончается месяц и налоговая тебе просто возвращает ндс ндс если у тебя возникла задолженно ну или либо ты платишь либо государство просто автоматически ты не требуешь ничего не судишься не пишешь некие письма просто автоматически в украине этого не работает ндс как вот в конце 90-х его ввели это было всегда заработком налоговиков для вот многих людей которые даже для бывших советских республик а я вот в литву езжу и рассказываем что у нас до сих пор ндс это возмещение через откат в основном и плюс схемы скрутки обналички они работают до сих пор это тоже все организовано налоговиками то есть ндс это бизнес наших налоговиков поэтому здесь ее починить невозможно нашу налоговую с точки зрения ндс единственный вопрос вот по налогу с продаж что весь акцент внимание налоговой тогда смещается на розничную продажу и и то есть получается на конечном звене человек который продает у него в руках оказывается эти деньги от продажи да и он должен 10 процентов заплатить государству правильно ведь так так платится да смотри значит в сша и в японии и в австралии вот так это работает это реально контролирует человек и кстати здесь если у тебя есть такой сертификат о перепродаже ты раз квартал обязан отчитываться перед налоговой то есть ты там фиксируешь все товары которые ты купил просто показать но я хочу тоже чтобы вам зрители будут смотреть не надо идеализировать понимаешь здесь старое государство супер успешные и они в какой-то мере консервативные даже то что улучшить уже такая махина они не хотят я так это пока не мере вижу не хотят даже туда лезть украина это молодое государство у нас многие вещи как это сказать не благодаря вопреки проросли ну типа монобанка там новые почты такие вещи которые в других странах и близко даже такого например нету в америке в частности поэтому я вижу это улучшить и вообще вся моя концепция это хорошо что ты спросил она к чему движется я не хочу чтобы эти семь процентов попадали в руки предпринимателю и он потом раз квартал ли раз год ли раз месяц дальше отправлял их там в казну я хочу сделать так чтобы это было как с финальной транзакции они автоматом тут же шли в казну для того чтобы не создавать прецедент что нужно вот этого человека контролировать и приходил налоговик и опять начиналось все по новой то есть если мы у меня просто сама идея систему поменять они потом надеется хорошая фамилия придет или плохая власти локально или централизованно потому что на местах или центральная власть и потому что мы видим что 32 года стране а приходит один хуже другого и а жизнь идет поэтому я просто за реформы здесь сейчас и радикально также с налогом на виденный капитал миллион долларов компания за год заработала дивиденды выводит не надо чтобы она миллион выводила а потом 100 тысяч перечисляла в казну сразу чтобы это автоматом по назначению если это назначение дивиденды в банковской системе сделать все это уходит в казну и так везде зарплаты точно такая же история вот у меня 10 процентов стоит человек тысячу долларов получил только это назначение ставится что-то зарплата 10 процентов ушло я согласен да но должно быть чтобы не было накопительного такого чтобы не надо было никакую отчетность подавать в любой момент если какому-то органу государственному нужна отчетность или тебе самому нужна отчетность для банка для кредита для аудитора чтобы эта отчетность могла быть сформирована просто на основании твоих банковских выписок в любой момент за любой период автоматически никуда подавать здесь я согласен полностью с тобой до чтобы не накапливать ничего вот почему это опять-таки для зрителей потому что очень многие люди же это мы предприниматели мы четко знаем о чем мы говорим многие люди они понимают что это важно им интересно им это нужно знать почему и и ты и я за налог на выведенный капитал я просто страшно не люблю эти сражения за а вот это вот затраты наши были и ты с человеком споришь затраты это или не затраты а когда-то большой оборот это уже понятно взяткой заканчивается ли судом просто и понятно если они остаются на счету компании то есть это я считаю реинвестирование в экономику ты ничего не платишь ты выводишь это твоя прибыль и она автоматом ушло то есть я за любое я хочу полностью срезать вообще контакт налогиком и вообще чтобы не было чего там особо администрировать понятно что нужны будут люди но это прям минимум и это администрирование самой системы они человек решает вот этот хороший это правильно это неправильно все четко понятно и прописано ну да согласен здесь дискреции уже не будет совсем если система списывать себя деньги ну тут исключение составит только продажи за кэш если кто-то продает за наличку там уже будет на его совесть заплатит не заплатит но естественно какие-то проверки там пробные закупки или как это за контрольная закупка или что-то наверняка что-то такое будет наверное это и это если в америке и в японии да да я просто не хочу копировать худшие практики и сейчас вообще об этом отдельно и думаю поговорим в америке так это и есть но здесь кстати говоря без касса аппарата и за кэш торгуют но в моем понимании жизни я считаю как должно действовать государства если условная бабушка на рынке продает это за кэш и и вообще не надо трогать это бабушка зарабатывать на существо на свое существование чтобы она лишний раз не стояла с протянутой рукой государству и вообще надо забыть ну вот это мое такое мне потому что мы же понимаем что серьезный бизнес за кэш как бы работать так в таком формате не будет и кассовый аппарат станет не нагибаловым со стороны гетьманцевой компании или любого другого на его месте а просто удобно с кассовым аппаратом то есть ты себе облегчаешь жизнь она автоматом себя списал эти семь процентов новых продаж ушло в казну а это как бы техническое оснащение становится они инструмент тебя нагибать и проверять лишний раз то есть как компьютер наше время и вот нам нужен микрофон чтобы поговорить вот он есть типа такого ну да в принципе кассовый аппарат он нужен собственнику для контроля своих работников конечно у тебя несколько касс или несколько магазинов тебе надо знать какой же идет оборот и также нужна касса для того если у тебя огромный ассортимент что вручную не записывать все ты просто сканируешь через кассу все идет но это просто удобно да для людей которые действительно там работают ну сколько там 2000 3000 долларов оборот в месяц допустим у человека такие вообще конечно не надо обращать внимание то самозанятые люди пусть они зарабатывают как могут это я полностью с согласен конечно здесь просто в америке есть тоже свои самые разные явления исторически которые сложились и слабо представляю что придет в голову полицейскому прийти кого-то шухать вот в этом смысле это настолько для них незаметно и вот так должно быть в украине и мы должны самое лучшее мы должны убрать худшее и том числе и американское худшее не брать я считаю мы должны делать то что делали ныне успешные страны тогда когда им нужно было становиться такими они мы сейчас будем брать многие люди кстати спасибо не было бы счастья да несчастье помогло многие поехали в германию там ну францию увидели что такое европейская бюрократия не хотят этого вот не надо нам худшее брать и думать что если мы сейчас это сделаем то что в германии на средства настанет счастье или высокие налоги все многие люди не понимают что в украине одно из высоких самых налогообложений в мире если по факту смотреть конечном итоге не просто на ставки то по факту это будет так ну да у нас просто люди не считают того момента допустим что ндс платится авансом вообще вот я отгружаю свою продукцию нужно авансом 20 процентов заплатить и налог на прибыль везде и в америке кстати корпоративный налог он считается совсем по-другому чем в украине до налоговики тупо там приход расход никто не учитывает а сколько ты будешь реинвестировать а если у тебя какой-то фонд оздоровления или развития ты же можешь фонд будущих каких-то приобретений в германии во франции в америке везде создает предприниматель фонды для будущих для будущего развития каких-то там накоплений сегодня за это все он не платит прибыль а у нас платится прибыль просто свалого дохода поэтому это смешно да и получается такая ситуация это реальная практика ты если в украине ведешь бизнес честно ты можешь ничего не заработать лично как при бизнес как предприниматель но заплатить кучу налогов абсурд такой происходит из это частности из ндс и вот на примере даже на наших многих футбольных клубов которые оформлены якобы профессионально как ооо они все подят кучу налога при этом все убыточные это дурость в америке если ты миллион неважно 100 тысяч долларов миллион короче ты сделал инвестиции свою компанию новую у тебя следующий отчетный год идет и ты там допустим миллион вложил и миллион ну так супер у тебя случилось миллион заработал ты не заплатишь налога потому что ты вернул то что ты заинвестировал из пока ты не начнешь реально зарабатывать об этом даже речь не идет и таких деталей миллион ты можешь дать во первых у компании может быть 5 миллиардов долларов оборот а там будет восемь сотрудников если в украине ты знаешь эту историю когда там и покажется что оборот не соответствует количеству официальных трудоустроенных начинается вот сражение борьба трипать нервы и таких примеров может быть целый миллион здесь этого всего нету ты можешь дать займ своей компании потом себе его вернуть как учредитель и это не будет облагаться налогом у нас это уже тоже лишили этой возможности то есть если мы начнем копаться у нас вообще неправильно все если коротко я считаю по факту теперь я хочу вот там ты много времени в разборе уделил антимонопольному комитету ты сказал что лучше сделать как грузии ну ты так видишь комиссию которая бы следила за правильностью законов да я правильно понимаю и чтобы законами не допускалась возможность коррупции создания монополий то есть вот если в законе законы так прописаны что кому-то дается такая преференция что он может создать монополию то есть должен быть какой-то орган который за этим бы следил вот так вот ты знаешь мне честно говоря форма не важно и мне важна суть и там кстати мы сейчас вот это связано очень просто сильно с рынком земли ты сказала что там тоже изучал практики многих стран я предложил вообще без лимита всем кроме русскими ну кто аффилирован с русскими продавать но я для зрителей хочу объяснить и может быть там я я же коротко по верхам говорил видео может и не до конца понял ну давай представим что завтра такой ну закончилась война ясное дело они открыли рынок там так как я вот считаю нужным и приезжают бизнесмены наши там иностран начинают дико скупать землю но во первых это сразу же повышает цену по законам рынка ты согласен садика повышается а второе это если этот орган в моем случае как я это вижу антимонопольный видит что человек явно набирает серьезный ход и это создает монополию он его ограничивает так как в америке когда был трамп уже хотел даже амазон уже по базе там разделить на три или четыре части потому что тоже сумасшедший монстр и вот я так это вижу просто для правильности понимания смотри я объясню свою позицию если взять такие страны как та же самая германия вот и если хочешь там купить землю тебе надо обязательно разрешение вот этой громады которые это землю обязательно то есть вот это яркий пример вот я считаю что наша страна должна быть для нас то есть и поэтому такие вещи как земля ресурсы в первую очередь должны продаваться своим то есть гражданам украины вот они должны иметь приоритетное право покупать или брать в аренду и второе известные случаи там той же самой аргентине когда и большое истощение земель когда один агрохолдинг скупает огромные площади земли сотни тысяч гектаров и потом просто эти земли истощаются потому что засеивают кукурузой подсолнечником просто хотелось бы чтобы первым вот с точки зрения вот этой вот безопасности чтобы земли оставались нормальном состоянии и во втором вот с точки зрения экономического если взять вот такие зерновые культуры они дают там в экономику до 1000 долларов с гектара до 1000 там может быть там 200 300 долларов с гектара если мы возьмем такое земледелие как голландии где они там выращивают основном цветы и ягоды такую дорогостоящую продукцию то там получается у них там до 60 тысяч долларов с гектара такая эффективность использования земли то есть когда маленькие фермеры используют землю они как раз вот такое обеспечивают многообразие на рынке они выращивают овощи выращивают там мясную какую-то продукцию кроликов цыплят там куропаток кого угодно то есть они создают вот это вот разнообразие когда у тебя все локальное локальные овощи локальные ягоды фрукты то есть все а если мы этого не будем делать не будем выращивать свою там картошку огурцы помидоры значит у нас все будет египетская лежать там египетская израильская то есть мы будем вынуждены все это импортировать но это глобально может в этом если посмотреть так как на голые цифры то может в этом нет ничего плохого да ну хорошо ты это покупаешь это продаешь там ну в общем то какая разница кто это будет производить но в принципе для такой пищевой как у любит говорить вот пищевая безопасность там мне мне такие словосочетания тоже не очень нравится когда такое говорят потому что ну как бы государство заботиться о тебе вот это мне не очень нравится но вот это вот все-таки разнообразие когда локальные овощи фрукты ягоды выращиваются у тебя в стране и все эти магазинчики забиты вот такой продукции хорошего локального качества ну мне кажется это более классно то есть вот государственная политика мне кажется она должна быть направлена на то чтобы было как можно больше фермерских хозяйств для этого для обеспечения вот этого разнообразия плюс фермерское хозяйство оно дает рабочие места больше рабочих мест если агрохолдинг у него там 100 тысяч гектаров у него там один джон дир ездит там все это вспахивает там два тракториста три комбайнера и все то есть на сотни тысяч гектаров буквально работают там 5 5 10 человек если же это какая-то агроферма небольшая где там и ягоды и овощи и фрукты все что требует ручного труда там переборки какой-то там то это уже но остаются люди жить на земле и не будет вот этих пустующих сел и едешь иногда там по сумской области или там полтавской тоже просто брошены сел и все черниговская область а поля засеян и едешь просто красота до горизонта такие всходы зеленые ну вот я за то чтобы вот все таки государство ориентировало население и вот политику вело так чтобы было как можно больше своих местных украинских фермерских хозяйств смотри я с тобой концептуально согласен и допустим про приоритет украинцам если мы говорим про открытый рынок земли я же не против этого но ты одну важную деталь не упоминаешь и почему этот конфликт возник в польше ты считал это все что местная короче агробизнесмены хотели там до угрожали что заблокируют приезд зеленского кипишут очень сильно в странах и с очень сильно что я считаю кардинально неправильно датируется государством сельскохозяйственной деятельности мы знаем что если мы сделаем это в украине она происходила у нас на это миллиардеры выросли косюк и компания они же выросли на дотациях я это очень сильно не приветствую и я же сама концепция ты говоришь что наши должны это делать маленькими хозяйствами вот в почве насколько я знаю у них четкий лимит там есть на гектары и у них как раз развиты такие маленькие хозяйства для максимальной продуктивности в экономике но она все датируется а я же говорю про рыночное да можно дать приоритет украинцам и в случае чего антимонопольный комитет вовремя среагирует такой как я вижу мы сейчас перейдем к тому кто будет им управлять этом на мой взгляд должен поэтому без дотации если то что говоришь реализуемая только за мне кажется мы вообще хотим одного и того же просто видим чуть разные инструменты я просто четко вот мой опыт говорит если будет причастен человек какому-то процедуре и он будет решать там тебе да а мне нет или наоборот то за все закончится кто из нас больше даст денег а это ты же понимаешь ну если будут установлены четкие правила чтобы это ну не решал какой-то комитет или там министерство вот этому продадим 100 тысяч гектаров а вот этому хватит и 20 гектаров тогда будет да но если будет просто законодательство как в польше по моему там 32 или 35 гектаров на одного человека то есть не может иметь чем там 35 гектаров ну тогда это нормальное законодательное ограничение ограничение одинаковое для всех ну может не знаю в украине может столько земли что нам хватит всем и фермерам и агрохолдингом здесь надо считать у нас и так агрохолдингов по моему там не знаю больше 20 у которых от там 10 тысяч гектаров и больше то есть у нас их и так много сейчас да да ну если будет действовать законодательство которое там монопольный комитет будет за ним там как-то следить но вполне возможно но я все-таки за то чтобы приоритет при пользовании землей был все-таки отдан фермерам реализовать но наверное есть специалисты по земле которые скажут как это сделано в европе в той же самой польше если это даст для всех равные возможности и для украинской экономики это хорошо и плюс я тоже только за это просто для понимания просто если взять сейчас я не знаю ни одного прям по-настоящему крупного с большим банком земли агробизнесмена там либо криминал либо такие схемы с паями либо бахматюк это чистом виде олигарх там что есть всегда спайка либо государства либо на нарушение закона и криминал прямо смысле слова вот что породилась система закрытого рынка земли просто многие этого не понимают у нас порошенко самый один из самых крупных землю землю земля владельцев да и кстати мы про ндс это чуть шаг назад но к той же теме ты сказал что для налоговиков и в ндс это всегда был бизнесом и для олигархов надо сказать самые большие кому возмещение по ндс там первых метров и пошло-поехало все известные фамилии то есть если люди думают простые граждане как они себя любят называть хотя это страшно не люблю называться простым думаю что и мдс выгоден это выгодно только налоговики и олигархи больше никому это не выгодно да причем ндс же возмещается вот этими агро экспортерами часто возмещается ндс который никогда не был уплачен в бюджет даже просто левая документация даже последний год вот то что была эта временная следственная комиссия и там вот марьян заблодский такой депутат есть и он публиковал у себя что из всех фирм вот эти что зерно экспортирует там 270 фирм они с признаками эффективности то есть значит они вот только что были открыты через них прошел этот экспорт и они потом будут закрыты на них ндс возместят и потом закроют и это только микроэпизод а сколько такого в экономике всего сколько денег идет мимо просто я хочу чтобы люди это понимали просто цифру что эффективная ставка ндс в украине 9,8 процента у нас декларируется что у нас 20 процентов ндс но если пересчитать сколько же поступает бюджету 9,8 все остальное это льготы схемы и так далее больше половины развороваться прямо говорим заканчивая тему антимонопольного комитета и такого вида регулирования почему я сказал там американцы там тоже может быть это я так сказал неправильно было понято я точно не предлагаю схему вот эту которую сейчас что там нам там я резко какая-то приедет типа такого или это вообще должны попросить там администрацию какого-либо не важно байден трамп кто бы там ни был президента америки а вот создайте нам антимонопольный комитет я имею ввиду что государство украина принимает решение создать не такой как сейчас для проформы настоящий антимонопольный комитет и берет туда людей с рынка на соответствующую зарплату приехали американцы они это возглавили просто на зарплату люди на зарплату не ярейский не вот это вот все и не там не соросовский вот эти вот все истории а просто как бы с рынка людей взять которые знают как это сделать исходя из опыта который они из того что они создали там в америке других странах день это консультирует помогают я это имел просто виду это тоже просто важно просто если туда запустишь любого даже самого лучшего украинца супер образованием это закончится тем чем сейчас когда ахметов контролирует 35 процентов экономики украины но у нас все я думаю все зависит от первых лиц страны то есть приходят люди возглавляют страну и все институты дальше выстраиваются под то мировоззрение которое у этих первых лиц то есть если они считают что антимонопольный комитет должен быть их карманной такой цепным псом когда они просто борются со своими политическими конкурентами и экономическими конкурентами так значит он такое будет если ты ну придешь как независимое лицо который не ведет на какого-то крупного бизнеса в этой стране тебе не надо лоббировать свои интересы а ты хочешь из страны сделать конфетку ну ты будешь устраивать такое на антимонопольный комитет я думаю что у нас люди есть по поводу пригласить не ересь кого кого-то другого но вполне возможно что западные специалисты наверное нужны потому что мир прошел этот путь люди уже там набили себе шишек и знают как это делать разные там антитрастовые законодательства в америке они там очень хорошо знают как есть четкие критерии по которым разрушаются монополии конечно было круто если бы ну какой-то такой полезный опыт западный был у нас внедрен у нас просто вот это вот иностранцы во власти это всегда какой-то тоже криминал получается приходит иностранцы которые точно такие же как те люди которые управляют нашей страной и они начинают вместе пилить бабло они за их уже а иногда и хуже как показала жизнь приехала гонтарева и резко что они натворили и пепер понимаешь это вот в чем суть чиновника он всегда возьмет даже с рынка самую лучшую идею как гетманцев сейчас объявил что 10 эксперимент с налогово-новиденный капитал провалился то чиновник берет любую классную идею извращают переворачивать все с головы на ноги и наоборот два раза а потом выходит там и президенту который ничем не разбирается или общей общественности говорит провалилась вот смотрите все провалилась поэтому конечно потому я говорю чтоб правильная идея сразу правильно воплощалась жизнь и не исковеркивалась и бескомпромиссно вот нельзя компромиссовному надо резать по живому быстро резко и в чем суть моих этих идей чтобы люди предприниматели все граждане украины чувствовали эти реформы сразу и это не затягивание поясов для них а сразу не через пять-десять лет это так как не сказали ой 2025 года не надо будет фоб регистрировать там будет оборот а чего не завтра можно спросить что выборы за не завтра наверно мерзко методом мерзко да такая дурная какая-то вещь все время навязывается общество идея что реформы это какая-то очень долгая долгая процедура и обязательно она должна быть непопулярна и для людей очень болезненно хотя любая реформа но на мой взгляд она делается один день и то есть это в момент принятия решения то есть вот при не человек принимает решение там президент премьер-министр или там парламент проголосовал и все в этот день реформа уже сделано дальше технические моменты там пишутся это подзаконные акты законы это долго раскачивается мы эти результаты не скоро увидим но сама реформа делается сразу ну либо она вообще не делается как это с нашими происходит президентами и по поводу популярных непопулярных реформ вот любят очень говорить наши псевдореформаторы что эта реформа не популярна ну так а зачем делать непопулярные реформы ну это же реформы делаются для людей значит они должны быть популярны они понятны то есть любая реформа должна высвобождать ресурсы а не забирать ресурсы то есть если она не популярна то она должна быть непопулярна для чиновников чиновники должны почувствовать блин реформа нам стало херово мы стали меньше получать нас стало меньше нас зажимая это нормальная реформа тогда для людей на будет популярна то всегда если ты даешь больше свободы предпринимателям значит и должен зажать налоговиков всех проверяющих чтобы они не лезли Если ты наоборот даешь больше полномочий налоговикам, опять снова будут проверки, это значит ты сужаешь экономическую свободу для предпринимателя. Вот и все обыкновенное перетекание из одного в другой. Нам чиновники постоянно доказывают, что надо нам сильное большое государство, которое оказывает нам огромное количество услуг. Но только богатым в результате этого становятся почему-то чиновники, а не частный сектор. Да, все всегда заканчивается тем, что чиновник с десятками миллионов долларов в бегах под следствием НАБУ, граждане беднее, бизнесмены беднее, а чиновники самый богатый класс в Украине. Всегда с 1991 года и заканчивая сегодня. И для людей хочу тоже важно, вот эти детали, хорошо что я это сказал по поводу затянуть пояса, там непопулярные, вот дьявол кроется в деталях. Вот когда они так говорят, они сразу людям в голову вкладывают неправильное понимание. И у меня знаешь, что люди пишут в комментариях, когда слышу, я там выпустил этот пакет реформ, когда слышу слово реформы, понимаю, что меня будут иметь уже значит. Вот такое уже в голове у людей засело. Это страшно. Это Арсений Петрович это все начал, вот эти вот все такие реформы. И так оно по сей день и тянется. Ладно, по поводу легализации, там проституции, игорный бизнес, марихуана, порнография, криптовалюты. Ты сказал, что просто не запрещать. Ты видишь это так? Ну да, надо просто убрать уголовное, у нас же уголовное преследование по многим этим вещам. Или там штрафы административные. Ну что-то, всегда человеку вставят какие-то условия, что ему запрещено чем-то заниматься. Хотя, если взять ту же самую марихуану, там выращивание конопли, мы уже знаем, какая это польза и для земли, и для природы, и для сельского хозяйства, когда площади там засаживаются коноплей. И сама ткань конопли очень полезна, и семена конопли, там протеина много. Ну, очень классные все вещи. А что касается курения травы самой марихуаны, то уже, мне кажется, неоднократно и ученые всего мира доказали, что алкоголь намного более вреден, чем там трава. Если во многих странах уже начали спокойно продавать траву, там в аптеках, магазинах, и никто за это не преследует, то, ну, наверное, надо Украине догонять этот тренд. Причем все мы знаем прекрасно, что торговля наркотиками крышуется правоохранительной системой. Поэтому, ну, это явно, это просто бизнес правоохранителей. А если это все легализировать, то значит этого бизнеса криминального не будет. Не будет криминального бизнеса, криминал не будет идти в правоохранительную систему, там появятся нормальные люди. То есть все это завязано, конечно. Поэтому, ну, здесь, конечно, нужна максимальная свобода. У меня просто главный посыл к людям. Если сейчас это типа как бы запрещено, это уголовная ответственность, то это вовсе не значит, что этого не существует. Это всегда крышевали менты, спецслужбы, криминал и больше никто. То есть на этом реально зарабатывается, просто мимо бюджета. И, короче, одни побочные эффекты. И, кстати, по словам легализация, я просто форма может быть какая угодно этого названия. Просто для меня легализация это сигнал типа всему там миру, что у нас это можно делать. Типа приезжайте, у нас это легально. Как-то с Нидерландами ничего не случилось, да, что они давно все легализовали. И общество там суперморальное, и все хорошо. И это для людей, я говорю. Ничего в этом такого страшного нет. Ну да, в Украине можно было бы запросто взять какую-то область. Взять какую-то, вот у нас там взять, допустим, те же Сумы. У нас Сумы, Сумская область довольно-таки депрессивный регион. Мало промышленности, не очень радость. Взять, сказать, что давайте у нас Сумская область, экспериментальный регион выращивания конопли. Попробовать одну область и посмотреть, что будет. Все увидят, что ничего страшного в этом нет. И потом дальше поехать. Да, ну, по экономике вроде так вкратце пробежали по-главному. По поводу судебной реформы, по поводу прецедентного права. Ну, Казахстан же это не самая такая либеральная страна. Внедрили у себя эту всю историю. Ну да, они пригласили судей из Великобритании. Я вот хочу для зрителей немного подробнее сказать, что такое вообще британское право. На самом деле в Украине и сегодня две компании могут заключить такой договор, что они между собой будут судиться в Лондоне. То есть в этом нет никаких проблем для крупных компаний, когда они работают между собой. Проблема в том, что ты не можешь с государством работать, чтобы тебя защищало британское право. То есть здесь любой государственный орган, который проверка, акт какой-то, ты не можешь его протестовать сразу в Лондоне. Ты должен здесь, в местной судебной системе пройти все инстанции. И тебя тут, тут тебя и похоронят, можно сказать. Конечно. Поэтому вот такое прецедентное право, ну, обязать, чтобы государство тоже отвечало по международным законам, наверное, можно. Но вот прецедентное право, это же долгая история. То есть прецедентное право, оно же формируется именно на прецедентах, не так, как у нас. А у нас вся законодательная база основана на написанных законах, на придуманных законах. То есть вот взять и эту систему каким-то образом перечеркнуть и заново с нуля начать, чтобы накапливать прецеденты. Ну, я не знаю, как это сделать, честно говоря. Может, надо спросить кого-то из специалистов по судебной системе. Но, на мой взгляд, само то, что мы начнем выбирать судей, чтобы судьи выбирались самими людьми и отвечали перед людьми. Да, это самое важное здесь. Раз в год или раз в два года, чтобы люди не мучились, если попался какой-то негодяй. Уже, чтобы не было такого, что это тебе пожизненно и еще пенсию ему надо будет платить. То есть вот это вот у нас судьи, знаешь, такая самая лучшая мечта исполнилась у них. Во-первых, они ни перед кем не отвечают, они независимы. Во-вторых, у них офигенные зарплаты там по 10 тысяч евро. И последнее – это пожизненное содержание. Скажи, кто бы ни хотел спросить любого человека, ты хочешь пожизненное содержание, зарплату 10 тысяч евро и ни от кого не зависеть, ни перед кем не отчитываться. И вот у нас судьи оказались в таком вот привилегированном положении, когда им по закону 75 прожиточных минимумов. Написано прямо в законе. Когда этот закон прочитал, я просто офигел. То есть есть у нас учителя, врачи, которые получают почему-то там 2 прожиточных минимума или 3 прожиточных минимума. И тут 75. Вот чем судья отличается от учителя? Человек выполняет функцию в обществе арбитра. То есть учитель учит детей, врачу там по нашему здоровью заботится. И тут появляется судья, который почему-то с какой-то стати стал таким ценным для общества, что он 75 раз ценнее каждого пенсионера или учителя. Но это просто какой-то сбор. Отдельная каста людей, сверхлюди какие-то получаются. А все потому, что с помощью судебных решений всегда шла приватизация государственного имущества. То есть всегда там с помощью решений возмещался НДС, с помощью решений грабились люди, рейдерские захваты. Все на основании судебных решений. Поэтому эта специальность очень ценная стала в Украине. И госаппарат решил этим людям просто купить их. Чтобы судьи никогда не выступали против самого госаппарата. Госаппарат решил им назначить огромные зарплаты. И теперь ни госаппарат, ни судьи, ни антикоррупционные органы, никто друг друга не будет ловить и наказывать. Все они воюют со своим обществом, с нами. Поэтому они все друг другу назначили огромные зарплаты, они друг друга купили. И все, и теперь ты не можешь никого из них не поймать, не наказать. Поэтому выборность снизу доверху всего госаппарата, это мне кажется очень классная идея. Это однозначно. И ты понимаешь, я это так и вижу, что избирать на местах 100%. Потому что я людям говорю, вы должны видеть на улицах каждый день того человека, который в вашем населенном пункте будет решать судьбы. Это не шутки, это судьбы людей. Человек может рощерком пирать, испортить судьбу человеку, и не одному. И ты говоришь на примере учителя. Учитель получается, для меня это вообще супер важная позиция. Он воспитывает будущее государства. А этот чудак в мантии сидит и судьбы ломает, и он еще привилегирован. И люди не могут, я говорю людям, вы не можете с этим смириться, если вы хотите будущего. Ну так просто не может быть. Ну просто не может такого быть, если мы на что-то хотим рассчитывать в Украине. Ну да, в общем-то и предприниматель, он же такую же функцию выполняет, как учитель, как врач. Он там производит, что-то делает, услуги делает. То есть у него своя функция. Ну у нас же там, если взять какого-то самозанятого человека. Ну как так может быть, что человек, который обеспечивает окружающих товарами, услугами, ну не может ему, чтобы заработать 10 тысяч евро в месяц. Ну это, я не знаю, какой там микробизнес надо качать, чтобы можно было зарабатывать как судья. Ну такого же не может быть, чтобы... Ну что это у нас предприниматели не имеют возможности заработать столько, сколько судья зарабатывает. Абсурд, просто абсурд. Да. И знаешь еще, какая догма у людей в голове? Они как-то... Ну это опять-таки так же, как с реформами. Им вбили с телевизора постепенно эту историю, что судей подготовить, это какие-то сверхлюди. Я просто точно знаю, что их сейчас всех под ноль вычести, и набрать новых под новые правила игры совершенно не проблема. Если есть концепция, политическая воля, и у руля страны реформатор настоящий стоит. Есть понятная задача. То есть, я людям говорю, вы вообще не бойтесь, это все догмы, просто догмы, которые впарили в голову. Ну люди думают, что... Они вот говорят часто, ну вот на выборах же выбирают каких-то там негодяев, и негодяи попадают там во власть. Так же будет и с судьями. Ну, во-первых, судей, ну судей перед тем, как выставлять свою кандидатуру на выборы, обязательно судья должен пройти квалификационную комиссию. То есть, надо показать, что человек разбирается в юриспонденции, что это какой-то там идиот, и совершенно спокойно люди выберут из нескольких человек правильного. Потому что, если они по квалификации одинаковые, то люди уже будут выбирать сердцем, как всегда, именно по доброчестности. Они будут знать, что это за человек, они знают, в каком он доме живет, и они именно по этим параметрам и будут его выбирать. Поэтому, мне кажется, не надо бояться. Еще у нас отсутствует правоохранительная система, потому что, ну, все как бы назначаются сверху, и нету между ними конкуренции. Если же мы сами выберем шерифа, судью, прокурора, то есть, они будут все ориентироваться на нас, на избирателя. То есть, они не друг на друга будут смотреть, они, скорее всего, будут сотрудничать с нами, опираться на нас, на наше доверие. И там, если появится какой-то преступник в селе, то мы все, наверное, возьмем там какие-то берданки свои и вместе с шерифом пойдем его ловить. А сейчас у нас такая ситуация, что мы милицию боимся, мы полицейских боимся. То есть, у нас нету сотрудничества, нету единства людей с полицейскими. Мы не ощущаем, что это наша власть, что она нас защищает. И вот эта вот отчужденность от госаппарата, мы госаппарат считаем чужим. Он для нас такой ворожий. Мы его все время так осторожно боимся, потому что любой контакт, любое взаимодействие с государственным аппаратом, это просто унижение для человека. Я вот сейчас, мне надо было в регистрационной службе переименовать организацию. Пришел в пятницу в 3.15. Они говорят, а мы до трех работаем. Что это за государство? До трех часов они в пятницу короткий день устроили. Потом приняли документы, звонит, говорит, у вас в уставе ошибка. Я говорю, да какая ваша разница? Ну, это мой устав. Это устав, ну, ошибка так ошибка. Но это же мой внутренний документ. Мне не надо, чтобы вы его проверяли там на ошибке. Просто зарегистрируйте и все. Это мое право. Нет ни хрена, вот исправляйте ошибку. И надо опять ехать туда лично, приходить в регистрационную службу. То есть это просто какой-то аппарат, который абсолютно нам не нужен. Ну, нафиг он нужен? По идее, я должен эту организацию сам регистрировать онлайн. Просто я хочу что-то там изменить. Зашел со своим паролем, со своим ключом, внес исправление в эти документы, свою подпись электронную поставил. Вот я решил, что я так. Вот я вчера вот назывался Меркурий, а сегодня я хочу быть Юпитер. Зашел, сам свою печать поставил, там подпись и все. Блин, нет, она будет мне рассказывать, какие у меня ошибки в словах. Это цирк. Это цирк. В том-то идее срезать максимально функции от государства, оставить несколько функций и все. Ну, я это так вижу. Потому что ты сейчас сам это все сказал, и я людям хочу сказать, и говорил это постоянно. Нормальное государство всегда для человека, а в нашем случае у нас человек для государства. Всегда пользуют, а потом еще когда война, она себя называет родиной, еще больше от тебя требуют. Но когда тебе что надо от государства, элементарных вещей, происходит то, что ты сейчас сказал. Причем это касается твоей частной собственности. Прикольная очень штука, что у нас как-то по умолчанию воспринимается, что у нас должно быть 20 министерств. Вот у нас сейчас 20 министерств. И причем они сами, чиновники, знают, что это много. Вот год назад там Минцифра выбросил там через украинскую правду такие слайдики. Сокращаем госаппарат, сокращаем чиновников. Из 20 будем 14 министерств. То есть они сами понимают, что это слишком раздуто. Но просто вот давайте подумаем, как с точки зрения здравого смысла просто. Какие функции у государства? Чего мы от него хотим? Ну, прежде всего, безопасность. Вот нам безопасность-то самое главное. Второе, это юридическое поле, значит, еще будет министерство юстиции. То есть министерство обороны, министерство юстиции. Нам надо какая-то функция дипломатическая, чтобы с другими странами разговаривать. Вот те министерства внешних дел, да? То есть три министерства. И четвертое, это единое экономическое пространство. То есть министерство финансов, которое за экономику отвечает. Все, больше ничего не надо. Но у нас еще есть МВД такое большое очень, где там милиция, пограничники, МЧС. Ну ладно, вот МВД. Но все остальные министерства, особенно меня умиляет Министерство образования. Допустим, вот сейчас у нас скандал, там новый министр, там Мова Срачи устраивает. То есть зачем нужно Министерство образования? То есть сегодня стандарт минимальных знаний читать, писать, считать уже всем известен. То есть у нас школьная программа, в принципе, наверное, там с 60-х годов или с 50-х Советского Союза не меняется вообще. То есть где-то там к четвертому, пятому классу каждый ребенок умеет читать, писать, считать. Все. Все остальное, что дальше идет, зачем это министерство нужно? Потому что понятно, что оно тормозит развитие. Как в предпринимательстве. Дайте человеку свободу, и он инициативой своей, своими инновационными решениями какой-то создаст продукт или услугу, которую все начнут покупать. То же самое, если хотим, чтобы у нас была система образования какая-то крутая, значит, надо дать возможность человеку, учителю, инноватору, у которого есть свои методики, свои какие-то новые видения, как это сделать, чтобы он внедрял у себя. Вот как есть Владимир Спиваковский или Мирошниченко, есть известный педагог. То есть у них свои школы, где авторские методики. И другие учителя с разной школы, у них эти методики перенимают. Ну и где это министерство? Нафиг оно нужно? Это максимум может быть там агентство какое-то, общегосударство, но никак не министерство. И так со всеми остальными, кроме тех функций, которые вот на сначала я назвал. Конечно. Знаешь, там министерство спорта, я до 25 лет профессиональным спортсменом был, я глубоко в материале. Министерство спорта, министерство культуры, как эта шутка, что министерство есть, а культуры нет. Это все. И я просто такой прикол помню, когда был последний Майдан, 13-й год, митингующие залетели в министерство сельского хозяйства, которое существует. И там вышел этот, я забыл фамилию, который в Израиль смотался, рассказывал, что нам нужно, как в России система, как Роснефть, нужно было строить, чтобы он пилил деньги. БРСМ, который относится, он там, неважно. И он с перепуганными глазами выбегает и говорит, ребята, ну, что вы делаете? Как же страна без министерства сельского хозяйства? Знаешь, кукуруза завтра перестанет расти, люди забудут, как картошку выращивать без министерства. Просто абсурд. И эти митингующие испугались, такие, ну, ладно, все вас не трогаем. Знаешь, самое интересное, Денис, что при министерстве аграрном нашем есть еще Академия аграрных наук. И я помню, там интересовался, чем они занимаются. И посмотрел, что там какой-то чувак пишет диссертацию «История развития аграрной науки в Украине». Вот он пишет такую диссертацию, за эту диссертацию он будет там добавки какие-то получать. И у этой Академии наук 450 тысяч гектаров земель, на которых они, по идее, должны выращивать какие-то там сортовые, ну, что-то, что такое научное передовое, новые сорта выводить. А они просто эту всю землю сдают в аренду за кэш. И все, кто-то просто распахивает, там, какой-то Яценюк или Порошенко, его агрофирмы, распахивают эти 450 тысяч гектаров, платят им кэшем за аренду, на экспорт отправляют, НДС возмещает. Вот тебе все, вся Академия Аграрных Наук. Да? Вот и все. Так же и с наукой, вот это там эти дедушки по 90 лет, никаких инноваций, ничего, их финансируют. Все, все из России, все, просто какое-то королевство кривых зеркал. Я просто хочу зрителям сказать, что вообще существует методика определения научности. То есть, есть методика, с помощью которой наша Академия Наук может определить, какая-то группа, она занимается наукой или профанацией. И когда, вот были реформы в 2014 году, у нас там есть знакомый, такой Антон Синенко, он такой молодой ученый, и он говорит, что Академия Наук предложила всем остальным Академиям пройти вот эту вот проверку, аттестацию на научность, чтобы какие-то, чтобы все финансирование прошло через Академию Наук, и эти научные группы перешли, чтобы вот эта Академия Медицинских Наук, Академия Педагогических Наук, Академия Аграрных Наук, там у нас же есть там и налоговая академия, там чего только нет. То есть, если там нет науки, оно все должно закрыться, это ничего не нужно, это все профанация. И вот эти все Академии, они отказались проходить эти тесты, и до сих пор существуют, до сих пор все финансируется. Или еще бы. В общем, у нас действительно, как ты правильно сказал, Королевство Кривых Зеркал, никакой науки там нету, но есть зато пилеж бабла. И будут говорить, что вот военнослужащим денег не хватает, а вот на Академию Аграрных Наук обязательно мы выделим денежку. Да, и я вижу это, ты знаешь, очень просто. Люди думают, как это закрыть Министерство? Повесить замок, и вот это огромное здание в центре города, шикарное, за десятки миллионов долларов выставить на аукцион и продать. А люди пойдут в рынок, вот эти вот красавцы, наслаждаться той системой, которую они создали, вкусить все прелести. Но я людей успокаиваю, говорю, вы не переживайте, большинство из них уже готовые инвесторы, у них много денег, они инвестируют, это не нищие предприниматели, ну, нищие относительно, не так, как это должно быть, все перевернуто у нас. Поэтому не стоит переживать, да, Минспорта, то, что кино финансируется из государства, это просто, у нас нет пенсионеру дать денег, элементарные инфраструктурные вопросы, но мы должны кино финансировать. Ну да, мне кажется, в принципе, какие-то программы или гранты на то, чтобы снималось какое-то патриотическое кино, наверное, должно быть, но это должно быть какой-то типа ассоциации всех этих кинематографистов, чтобы они принимали решение, не государство, а они приняли решение, и будет какая-то из бюджета выделяться какие-то деньги, чтобы снимались какие-то патриотические фильмы. Возможно, это нужно, но это дело богатых государств. Вот когда у нас будет уже жил капотом, да, у нас там ВВП сейчас там 200 миллиардов был, а стал вдруг 2 триллиона, и мы тогда, блин, давайте кинцо классное снимем, тогда будем кино снимать. Потом все что угодно, но на примере Америки я убежден совершенно в другом. Когда будет и здесь рынок, ты понимаешь, богатый человек всегда найдется и с продюсером сконтактируется с режиссером, они знают, как эти деньги находить, как в Америке. И даже под патриотичное, которое, то есть априори неприбыльное, это не коммерческий проект, всегда найдут друг друга, как это снять, и помимо всяких этих кронфайдиновых площадок, это все как здесь работает. И вообще, богатое общество, люди заблуждаются, они думают, что богатое общество, оно аморальное. На самом деле, бедное общество аморальное. В богатом обществе, здесь, например, в Америке, спортсмен закончил какой-то колледж, где его подготовили, он стал звездой профессионального спорта, мультимиллионером, миллион долларов в год без проблем отчисляет, просто от души, и так во всех сферах. То есть, вот это и есть богатое, обеспеченное моральное общество. То есть, какие-то вопросы закроются таким способом, о которых мы сейчас здесь не обсуждаем. Я думаю, с кино точно так же, но ты понимаешь, ненормально, чтобы сидели там какие-то, я не помню эти фамилии, но так себе люди, и решали, кому что-то выделить, и мы понимаем, как это происходит. В нищем государстве, это абсурд. Самое главное, что потом в этих кино снимаются их родственники, дети. Когда там какой-то актер, я не помню фамилию, он сидел в комиссии, которая выделяла Гранты на кино, и потом он же снимался в этом кино, к которому выделили Гранты. А, кстати, по спорту, вот ты классно вспомнил, что ты вот спортом занимался, и я недавно разговаривал с одним баскетболистом, он был замминистра спорта. Я знаю, я смотрел эфир, я же тоже из баскетбол. Вот он говорит, что в Америке просто, когда они захотели развить баскетбол, они для этих баскетбольных лиг сделали нулевые налоги, чтобы не было налогов вообще. И сразу эти ассоциации начали развиваться, сами строить себе эти баскетбольные залы, площадки. Постепенно, постепенно они выросли и стали в миллиардные корпорации, превратились. Потом можно уже и налогами обложить, но сначала, если ты хочешь, вот как у нас говорят, что это плохое образование, да, там мало частных школ, так уберите налоги. Вот есть школы, допустим, вот пустое место, ничего нет, пришел предприниматель, построил здание, открыл частную школу. Ну так не берите с него налоги. Вообще, зачем? Если нам нужно образование, если нам нужны частные больницы, значит надо, чтобы ничего не бралось, никакие налоги. У нас очень странно вот это вот отношение государства к предпринимателю, что если кто-то где-то начал зарабатывать деньги, надо обязательно его сразу обложить налогами. То есть вот у меня всегда такая социальность, вот пустое место, ничего нет, да, и появляется какой-то предприниматель на этом месте и начинает что-то там копаться, кому-то зарплаты платить, вот что-то начинает на пустом месте появляться. Ну с какого фига он должен что-то платить? Ну дайте ему развиться, чтобы с него вот уже перья сыпались, да, чтобы его щипать не надо было. А у нас самое главное, что вот это вот как пропаганда идет, эта вот идеология Гетманцева, ну до него там было там Лена Макеева, до нее там Азаров был, то есть люди, которые считают, что предпринимательство это вред, это надо обязательно за ними следить, надо обязательно... Конечно, это такие-то априори преступники, как Непманы, знаешь, Непманы. Да, и вот это идет пропаганда в массы, особенно Гетманцев приложил руку, за эти четыре года у нас все предприниматели стали схемщиками, катрабандистами, уклонистами, минимизаторами, обнальщиками, скрутчиками, то есть все, как только Гетманцев открывает рот, ну понятно, все кругом преступники, и только один ангел воплоти Данила Гетманцев учит... Это вообще отдельное, это какое-то отдельное явление, чудак настолько непотопляемый, его невозможно сбить, уже журналисты на блюдечке преподносят, вот, смотрите, уже пережеванная информация, все, я тут глаголю, уже не знаю, месяцев девять, что там у Севковича работал, а я знаю, что он у него за все отвечал, и нельзя быть не в курсе, чем занимается твой шеф, хотя бы догадывать, ну все для меня там понятно. А сам человек откуда? Он лотерею долю имел, лотерея чистая, государственная монополия, чистое юридическое решава, это не рынок, где ты или я хотим лотерею, вот прозрачные условия для получения лицензии, сделали ты, все, это, он никогда ничего не создавал, но он для нас рассказывает, пишет законы, и как это все должно делать, вот еще и оскорбляет нас гусями, потом там все остальное, то, что ты говоришь, преступники. Знаешь, Денис, меня вот такая, что вот меня выбешивает, ладно, хрен с ним, что он там шпион, не шпион, фиг с ним, то, что он, скажем так, не очень умный человек, ладно, тоже бывает, да, и то, что у него идеология не совсем либеральная, рыночная, ну тоже ладно, но смотри, человек в своей жизни был вынужден открывать офшоры, строить схемы, структурировать свой бизнес через какие-то там Кипры, где-то там что-то открывать, то есть человек пытался как-то с этой системой вилять, и вот смотри, он мучился там, и сейчас он стал во главе этой системы, и казалось бы, ну ты же сам знаешь, насколько неудобна система, и что люди вынуждены работать там с офшорами, минимизировать, ну так сделай удобно, ну чтобы не надо было, чтобы люди не открывали офшоры, чтобы хранили деньги здесь, нет, он еще хуже делает эту систему, еще ее усугубляет, но это вообще, это психическое расстройство явно какое-то у человека. Ваш, это все правильно, но тут, мне кажется, вообще правильно поднята тема, но чуть-чуть не по адресу, у меня такой вопрос к Зеленскому, 95-й квартал был и есть в офшорах, по причине того, что там удобное законодательство, ройалки платить, потому что это интеллектуальная собственность у них бизнес, и налогообложение, и главное британское право. И поймали когда-то журналисты Шефира, по-моему, еще когда Порошенко был президентом, помнишь, там расследование вот это вот выставили, они там сделали про квартал, что офшоры, а почему вы в офшорах? А он, ну так понимаете, будут политические сводить счеты, будут нас сейчас прессовать, и мы вот защитились. Владимир Александрович стал президентом, впервые в истории получил монобольшинство. Он говорит, что он разбирается. Почему он не сделал условия, чтобы его же квартал был в экономическом поле Украины? А им платил Коломойский как? А так, конечно, из информации прессы, не моей. Вне финансовой системы Украины. Просто с Кипра на Кипр за продукт, который показал 1 плюс 1. И все остальные, и канал Интеркэшом им платил, опять же, по информации прессы. Просто стол, вот, Хорошковский, насыпал кэш. Делайте, ребята. Ну, действительно, странная ситуация такая. Знаешь, мы все делаем вид, что, ну, как-то оправдываем Зеленского, да, что Зеленский войной занимается ему некогда, или там Зеленскому говорят, что реформы идут, а он ничего не знает. Ну, вот такой какой-то, ну, представляем, что Зеленский какой-то там дурачок, который ничего не понимает. Кто-то, какой-то Гетманцев ему что-то доложил, он там, типа, покивал головой, или там ему нету времени, вообще не встречается. Ну, так, понимаешь, так не бывает. Вот человек, который сам создавал бизнес, вот ведет Зеленский шоу, рассмеши комика. Да, вот есть, рассмеши комика. Выходит человек и начинает что-то рассказывать. Ну, вот оно или смешно, или не смешно, понимаешь. Вот сидит аудитория, ты сразу знаешь, блин, не смешно. Или наоборот, все ржут, и ты сам не можешь удержаться, ржешь, потому что смешно. Но то же самое и с экономикой, знаешь. Но ты не можешь не видеть, что все херово. Из каждого утюга тебе кричат, что нет условий для ведения бизнеса. Там иммигранты миллионами уезжают еще до начала полномасштабной войны. Но ты не можешь этого не знать. То есть, ты создаешь тут условия, несовместимые жизни. Люди просто уезжают. То есть, ты же должен знать, что что-то идет не так. Предприниматели собирают петиции, пишут, собирают подписи, обращаются. Полный игнор. Поэтому, ну, Зеленский это самый главный человек, который отвечает за экономику. И я думаю, что, ну, политическая ответственность его настигнет рано или поздно. Она настигнет. Да, жалко, жалко, что четыре года просто вычеркнуто из нашей жизни. Вот что жалко. Конечно, но ты понимаешь, вот ты говоришь так, то есть, ты все-таки считаешь, что он в курсе дела, и это все осознательно допускает. Ну, я думаю, что, вот есть у них сложилась команда юристов, да, там же все юристы, да, у нас там Татаров, Ермак, Зерезников, Гетьманцев, и вся Верховная Рада все юристы. Братья Стефанчики, да, это все вот решалы, которые друг за друга держатся. И мне просто такое ощущение, что они не сдают своих. Вот они решили, что они там Богдана когда-то сдали, почему-то, и все, это была последняя жертва. И после этого, вот они решили своих не сдавать. И держатся этой командой непонятно зачем. Ну, ладно, что делать. Смотри, просто для понимания вопроса, и людям, может быть, будет полезно услышать. Я очень долго общался с человеком, который с кварталом был очень тесно. И квартал 95, бизнес составляющий, за бизнес составляющие отвечали братья Шефиры и Тимур Миндич. Зеленский отвечал, конечно, за творческий коллектив. Я не уверен, что он понимает, как бы, знает наши боли предпринимателя. Это первое. Второе, то, что ты правильно сказал. Во-первых, он еще со времен квартала 95, мне сказали, этого человека вообще нельзя критиковать. Даже в творческом плане. Вот не дай бог, кто-то в команде скажет, что-то не так, сразу до свидания. Ты можешь представить, что там творится в офисе президента? И так прямо сказали, он точно знает, кто такой Коля Тищенко. Точно знает. И он смеется, ему заходит, он смеется, говорит, типа, свои, не надо ничего делать. Это страшная история. И, конечно, должно быть политическое, вернее, отсутствие политического будущего. И мы должны как бы, ну, все должно быть по справедливости. Ну, не может человек прийти, ты правильно сказал, 4 года из жизни, каденцию провалил. И надо сказать, что если бы не было войны, мы шли вниз, его рейтинг шел, уверенно вниз. Но это же правда. Но в феврале страна не знала, что делать. Вообще, везде был провал. Экономика шла вниз. Ну, хорошо. Я думаю, что лишь бы были следующие выборы. Вот точно. Сейчас будут их затягивать, наверное, как могут. Ну, ладно. Что уж делать. Да. Много времени этому уделили. Хочу там пробежаться по остальным делам. Ты сказал, что, значит, я сказал, что 400 тысяч чиновников, ты сказал, что миллион, но ты как бы всех, весь госаппарат, то есть ты учителей туда посчитал, наверное, и там всех... вместе с учителями, врачами это 5 миллионов. 5 миллионов и миллион армии. То есть, это все бюджетники. Я посчитал в миллион только госслужащих, их у нас 200 тысяч, которые просто считаются официально госслужащими. Есть такая категория людей. Дальше есть работники министерств, агентств, служб, ведомств. Их около 700 тысяч. Ну, даже есть полицейские, есть, есть там кто угодно. Вот это все люди, их еще 700 тысяч. А остальные, там, учителя, врачи, там, работники местных администраций, уборщицы, там. Ну, вот каждая администрация, вот у нас, допустим, КМДА в Киеве, да, Киевская местная Державная администрация, работает 2000 человек. То есть, вот, Нью-Йорк обслуживает мэрия, там, 40 работников. А у нас 2000. И так вот, в каждом городке, в каждой Сильраде, везде есть свой штат, а есть еще коммунальные предприятия, то есть, еще работники коммунальных предприятий, они же тоже сюда входят. Работники госпредприятий, как ни крути, это все равно бюджетная сфера. То есть, у нас банковская сфера, возьми, у нас было 60% рынка занимали государственные банки, сейчас еще 2-3 банка обанкротятся, их произойдет национализация, и будет процентов 90. Ну, там тоже... Это как в России, в Советский Союз. Да, да, поэтому... Это ужас, это ужас. У нас, у нас же просто бюджетная сфера не считается, как на Западе. Вот на Западе, госслужащим считается каждый, кто получает... Это у них... Не госслужащие, у них называется public service. То есть, есть, то есть, публичная сфера, то есть, люди, которые из бюджета получают деньги. И там четко идет статистика. А у нас взяли и разделили. Госслужащик, значит, сделали прослойку, и типа так во всей международной статистике показывают, что у нас госаппарат там 200 тысяч. И везде так посмотришь международную статистику, так, блин, в Украине вроде и немного. А у нас получается, что просто министерских работников, разных там офисов реформ, каких-то встроенных агентств, встроенные ведомства. И получается, что там огромнейший госаппарат, на который тратятся все деньги. Да. Поэтому там я и написал. ты понимаешь, я же говорю, это по верхам. Я вообще сторонник очень кардинально резать и очень много. И 80% того, что сейчас делают люди, это можно... Уже такое программное обеспечение и под заказ их готовое. Все процессы можно автоматизировать. А люди просто администрируют. И это люди... Ты как-то в одном из своих видео говорил, что есть конкретно прослойка людей, которые не против получать, условно, своих 800 тысяч долларов. Их уровень амбиции заканчивается. Они спокойно могут делать вот эту вот работу. Это не та работа, куда идут зарабатывать деньги. Деньги идут зарабатывать в бизнес. Правильно. Все-таки госслужба это служение. Ты идешь... Вот мы занимаемся сейчас общественной деятельностью. Вот волонтеры все там занимаются. Вот они же это делают не ради денег. Понимаешь? То есть мы тратим свое время там вот в этих рабочих группах, написание этих законов. Вот сколько... Так я вот сейчас просто вспоминаю, сколько часов было потрачено на заседание в этих группах, на анализ документов, на эти посты в Фейсбуке, на распространение этой информации, на эту, блин, продвижение этих идей. Как вот подумаешь, сколько споров. Ну, блин, если это все время посчитать там оплату, по какому-то, сколько в часу зарабатываешь. Да, блин, какие деньги были принесены в жертву. Но просто мы же это делаем, мы себя же не заставляем. Мы уже сами хотим это делать. Мы занимаемся общественной работой, потому что чувствуем себя вот это. Для нас уже... Вот эти вот общественные цели становятся более приоритетными. Здесь, ну, не надо думать, что вот каждый человек должен заставить себя работать на общество. Не надо. Зачем? Если человек преследует личные цели, это нормально. То есть у каждого человека есть свои личные цели. Он хочет там разбогатеть машину, квартиру, гаджеты. В этом же нет ничего плохого. Но есть уже огромное количество людей, у которых его личный интерес совпадает с общественным. Вот он хочет этим заниматься, да? Вот возьми, как даже там до Майданов этих, сколько было инициатив там, давайте по воскресеньям парки убирать. И вот мы идем там, собираем эти мешки, покупаем, и идем, как он, в какой-то парк, там, на Нивке, мусор, просто мусор убираем. Но это просто общественная деятельность. Мы это решили для себя, что мы этим будем заниматься. Поэтому, когда нам говорят, что на госслужбу надо брать лучших с рынка, ну это же смешно, да? Какой-то там топ-менеджер, который занимается продажами, или производством, или там каким-то сервисом, вдруг решил, о, на госслужбе есть вакансия, пойду-ка я на госслужбу. Ну, блин, это же сумасшествие. То есть, это же разные деятельности. Конечно, конечно. Да, понимаешь, как и любая сфера услуг, я так считаю, понимаешь, вообще госаппарат, он везде, и в Америке неважный. Но ты, когда стоишь в очереди в какую-то госслужбу, особенно я, как эмигрант политический, подойдет какая-то женщина, и она, и та, и Украине пособолезнует, и тебя за руку проведет. То есть, знаешь, люди, которые любят людей, вот просто они, это их самореализация. Все. Она не пришла сюда миллион зарабатывать. Она счастлива прийти сюда в 7 утра, в 5 вечера уйти, она счастлива от этого. Ну да, это же возможность. Я помню, я помню, когда-то с каким-то таможенником разговаривал, и я растамаживал машину, кстати, из Америки, пришла мне машина, и я ее растамаживал. Это было лет 20, наверное, назад. И вот мы там уперлись в какой-то геморрой, какой-то справки не было, или еще что-то. Это было в его силе, и просто, а, надо было просто с этой таможенной стоянки отпустить мою машину. Уже все было, но там какая-то формальность. И я ему говорю, блин, чувак, вот тебе судьбой выпала доля помогать людям. Вот ты просто сидишь здесь на своем посту, и через тебя проходят люди. То есть у тебя, блин, как счастье, шанс, что люди к тебе обращаются за помощью. И ты это людям оказываешь, этот сервис, ты же должен просто кайфовать от этого, что ты помогаешь. А ты меня, говорю, из-за этой бумажки, ну, гоняешь, хотя она, блин, ну, фигня полная, и она даже не входит в перечень, то есть это на усмотрение инспектора. Он может ее взять, может не взять. И причем вот эта вот херня на госслужбе, на усмотрение инспектора, на усмотрение службы. А это специально, чтобы было сюда за задницу взять. Перечень документов, и потом написано и инши. И вот это инши начинается потом. Блин, ну вот я же говорю, что госслужба должна быть заполнена людьми, которые хотят служить людям, другим. Вот надо по какому критерию отбирать людей. Конечно. И тут самое важное сказать, таких людей, во-первых, в правильную систему не так-то много и нужно. И в такой огромной стране, как Украина, они с легкостью найдутся. Конечно. Конечно, не за 100 долларов. За нормальную зарплату, но не миллионы, и там не как судьям, и ничего в таком духе. И у нас еще, знаешь, Министерство социальной защиты, пенсионные фонды, везде работают молодые ребята. Молодые девочки, пацаны, там получают эти зарплаты. Я так смотрю, говорю, какого хрена? Почему здесь не работают пенсионеры? Вот пенсионер вышел на пенсию, там женщина, допустим, 55-60 лет. Еще в здравом уме, опытная, уже обладает эмпатией, сочувствием. Она будет гораздо лучше выполнять эту работу. Еще смело там до 70 лет, до 75 лет может просидеть и работать. И заодно у нее будет уровень жизни выше. Зачем мы этих молодых ребят сажаем на эти должности? Ну, они же там ничего не делают. Это человек тратит свою жизнь в пустую, используя наш общественный ресурс. Смешно просто. Да, да. Молодой, иди в частный рынок, реализовывай себя с кучей возможностей. Все. Конечно. Я сто процентов с этим согласен. Кстати, ты про пенсионеров сказал. Сразу хочу просто к пенсионной реформе. Там этот сложный момент с фондом, по аналогии с фондом норвежским, национального благосостояния. Только в фонде Норвегии там всем гражданам как бы причитается. В моем случае вначале я только под пенсионеров, и чтобы пенсионный фонд вообще с бюджета убрать, потому что люди многие не знают, пенсионный фонд затрата номер один в нашем бюджете. Да. И вот надо сделать ревизию. Они декларируют 11 миллионов пенсионеров в Украине. Никто никогда не считал, но они так решили. Точно знаю, что там по 2-3 раза пенсию получают и здесь, и там, и мутежи, и мертвые души, очень много этого. После аудита, я так разговаривал, допустим, со специалистами, и здравый смысл того, что я видел цифры, мне подсказывает, что их будет реальных 8 миллионов. Может быть, с учетом войны, ужасов всех этих. Допустим, 8 миллионов. И я вижу, что 300 долларов это то, что должны получать все, и судьи, и дворники, потому что у нас судьи и пенсии какие получают. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Поэтому я считаю, 300 долларов всем, это на первом только этапе. А дальше там частные пенсионные фонды, или как в Америке коммерческая пенсия, в аренду, такая себе коммерческая пенсия, которую ты сам себе обеспечил. Все что угодно. Но 300 долларов тебе государство в любом случае даст. Как это обеспечить? Полная приватизация, то, что я написал. Из тех данных, которые у меня есть, это космические цифры. Лес, это космические цифры. И буквально вчера Форбс опубликовал, что у нас ресурсы внутри Украины ископаемых на 14 триллионов долларов в общем. То есть и сейчас недра эксплуатируются не так, как надо. То есть я считаю, что недра отдали в концессию. Но если мы говорим о концессии, я страшно это не люблю, что всегда мысль про олигархов. Только западным корпорациям. Ну то есть там Shell, допустим, это нефтегазовая отрасль, четкая, понятная, с репутацией. Вот в таком духе. Это все идет в фонд национального благосостояния. Я это считал. И там 300 долларов очень легко и быстро получается. Нам на оборону надо будет много тратить. Кстати говоря, оборонка должна быть тоже частной. В Америке все частное, все прекрасно. Какой у тебя взгляд на этот счет? Ну, на пенсионную я с тобой согласен. Единственное, что чтобы этот фонд накопился, потребуется значительное время. Ведь ты сам говорил, что выплаты должны быть не из тела этого фонда, а из процентов, которые... Да, да. То есть как перспектива, как будущее, это обязательно надо начать. То есть это во многих государствах есть. Ну, уже это отработана система, чтобы создать такой фонд будущего, который бы приносил доход. Этот доход, ну, на пенсионеров самое отличное, мне кажется. То есть с этого начать. В этот переходный период, там, может, там 300 долларов не будет, но долларов по 150. Мы вот сегодня сидели с Ярославом Романчуковым, знаешь, такой белорусский экономист он здесь. И вот он считал тоже, у него тоже система налог с продаж, и он говорит, что 150 долларов запросто набирается, чтобы оплатить пенсии только всем одинаково. Это государственная пенсия, она должна быть всем одинаково. Потом уже человек может сам себе копить еще что-то. Что касается мертвых душ, схематоза, я помню, когда-то в 14-м, в 15-м, вот это смотрел статистику, тоже по этому вопросу изучал, вот были, верификация была в Греции, в Италии и в Грузии. И везде схематоз на социальных фондах плюс пенсионный фонд составлял от 15 до 30%. Поэтому я даже не сомневаюсь, что наша социальная служба и пенсионный фонд, что там 30% смело, это просто схематоз, сплошной схематоз. Я в этом даже, особенно там фонд занятости, это просто схема для своих. Там по кругу карусели ходят, они по конченному день. Поэтому здесь верификация, у нас же было где-то в 15-м году в Министерстве финансов работала группа по верификации социальных фондов. И когда они нашли уже схематоза на 60 миллиардов, они открыто это публиковали, причем они пользовались только открытыми реестрами, открытыми данными. Как они делали? Допустим, они там смотрели у пенсионеров или у тех, кто получает социальную помощь. Оказывается, у многих депозиты огромные, имущество дофигища. То есть, просто чиновники сами себе еще выписывают социальную помощь, повышенные пенсии. И они вот сразу на 60 миллиардов нашли этого схематоза, этой группы верификации. Так, что сделал пенсионный фонд и социальная служба? Они им закрыли доступ к своим всем реестрам. Это было так смешно. Слушай, блин, когда группа работает, там собрались куча профессионалов, программисты, ну, анализируют все эти базы данных. И тут им тупо просто обрезают доступ, засекречивают базы данных. Вот это вот так работает наша система. Поэтому я с тобой полностью согласен, что пенсионерам надо повышать зарплату. Ну, что такое человек сейчас получает 50 евро? Ну, в месяц 50 евро. Я уверен, что ему счет за отопление приходит 50 евро. Я не знаю, я не знаю, на что люди, пенсионеры живут. Наверняка они или там подсобное хозяйство, или там человек должен продолжать работать, либо ему помогают родственники, дети помогают, потому что, ну, выжить на 2000 невозможно. Поэтому, когда Зеленский там на сцене стадиона Порошенко говорил, попробуйте прожить на полторы тысячи как пенсионер. Вот Зеленскому тоже хочется сказать, так ты на 2000 попробуй. У нас 3 миллиона пенсионеров получают по 2000. И внутрешне перемещенные особо, вот возьми человека в Мариуполе, да, разбомбили, все, дома нету, родные погибли, все накопления, которые у тебя были, все, у тебя ничего нет. Ты приехал в чем был, ты приехал куда-то в Киев, или там, может быть, во Львов. Тебе надо снять квартиру, на что-то есть каждый день, там, работу искать. И тебе платят 2000 в месяц. То есть у нас глава национального антикоррупционного бюро на ЗК получает 477 тысяч, а вот человек, который потерял все, 2000. 200 раз. Блин, ну так, вот тебе социальная справедливость, пан Зеленский. А еще два из таких топ-менеджеров моих любимых, это в кавычках, Мустафа Наеми и Сергей Лещенко. Вот это специалисты. Один в Укрзалезнице специалист, второй там уже будет заниматься этими агентством по реконструкции, понимаешь? Это какая-то вот эта каста еврооптимистов, которые вот после 2014 года, которые вдруг ниоткуда возникли, то есть они может и раньше где-то были, мы их никогда не видели, этот реанимационный пакет реформ и прочие такие грантовые организации, вдруг они все оттуда повыскакивали и сразу позанимали какие-то позиции, депутатами стали, кто-то там в министерство вошел. А потом, главное, когда пришел Зеленский, мы опять этих людей увидели в наблюдательных советах, то есть это какое-то, знаешь, вот есть какая-то каста людей, которые свои, и этих своих надо постоянно трудоустраивать. Ага, давайте проведем реформу корпоративного управления, это чтобы своих устроить в наблюдательные советы, в топ-менеджмент госпредприятий, и так вот, блин, на эти госпредприятия это просто такая черная дыра, вот мы там волнуемся, что пенсионерам не из чего денег будет, деньги неоткуда платить, да блин, надо покопаться, что-то в банках происходит в государстве, там же зарплаты 17 миллионов гривен, 10 миллионов гривен в месяц. Смотри, возвращаясь к переходному периоду, я как считал, во-первых, я взял пенсионный фонд 2021 года довоенного, и просто поделил его на 8 миллионов, если бы сделать ревизию и аудит, на 8 миллионов пенсионеров, там уже больше 100 долларов получается. Потом, давай говорить честно, где-то процентов минимум 40 экономики, я думаю 50, в тени, это минимум, а может быть и все 60. То есть, реально наше ВВП это 400 миллиардов долларов, было бы, если бы завтра там ты или я за этот вопрос отвечали, и это все вскрылось, плюс такая налоговая система, оно все сразу выходит из тени, потому что это выгодно всем, и тем, кто даже платит налоги, значит, все удваивается, государство сокращается, то есть просто освобождается масса денег, на переходном периоде, кстати говоря, ты сколько видишь переходный период? Я вижу не более двух лет, от года до двух. Да, год-два, конечно. Ну, я знаю, что в Захаре все плюс и сделает. Значит, вот эти все, ну, госаппарат, он же такой, как знаешь, как паразит, который высасывается, и вот этот, ты паразиты этого, как только скидываешь, во-первых, этот паразит становится производительной силой, то есть эти же все люди начинают сразу бизнесом заниматься, у них же заработок денег, это для них смысл жизни, поэтому они будут сразу бизнесом заниматься, нет, государство сразу вырастет, вот с точки зрения ВВП, моментально, это скачок будет моментальный, за один-два года. Это я хочу успокоить людей, которые, ну, знаешь, тоже мантры, опять-таки, им навешали с телевизора, ой, надо будет экономику Украины восстанавливать 10-20 лет, ее не было такой, там нечего восстанавливать, поэтому эти процессы очень быстрые, а тем более, понятно, будут вливания Запада в том или ином формате после войны, люди даже за это не переживайте, поэтому я считаю, за год, ну, максимум за два, основной за год можно приватизировать, правильно с недрами поступить, и этот фонд благосостояния наполнится, я уверен, пенсионеры в хуже положении, чем сегодня, не останутся, но только я говорю про настоящих пенсионеров, а не про упакованных судей и всю эту касту, ведь все, что мы сейчас с тобой обсуждаем, получается, государство, это разорвано на клубы по интересам, круговая поруха и пилешь денег, все, а граждане жертвуют. Причем, мне кажется, надо не бояться лишать и пенсии, и социальной помощи, ну, всех людей, кто накопил достаточное богатство. Вот есть в НАЗК критерии, если у тебя твое имущество на 500 минимальных зарплат отличается от того, что ты реально заработал, то все, значит, ты уже коррупционер. И можно применить такой же критерий и к пенсионерам, и к получателям социальной помощи, но если, извини, у тебя на депозите лежит там 50 миллионов гривен, или 100 миллионов, ну, а ты еще на пенсию претендуешь, ну, блин, это какой-то маразм, человек всю жизнь на госслужбе отработал, у него куча майна и куча денег, и он еще пенсию получает там 200 тысяч гривен, ну, это же маразм. Поэтому, мне кажется, вот эта верификация, которая электронным способом просто делается, сравнивается имущество, и все, да, до свидания, ну, ты уже заработал, ладно, ну, никто не будет у тебя отбирать деньги, ну, если не докажешь, что ты там ограбил кого-то, да, у нас же статьи нету за незаконное обогащение, такая вот, мы всех освободили от ответственности, поэтому просто хотя бы провести верификацию и выделить тем пенсионерам, которые действительно нуждаются, чтобы нормальная пенсия была у человека, чтобы нормально можно жить. Это то, что ты сказал по конкретным критериям, идет лишение пенсии, как бы принудительно, а я тебе скажу, опять возвращаясь к разговору про моральное общество, когда оно богатое, это не так, как мэр Днепра, Борис Филатов, вот это, что депутатам, знаешь, за отель Киев, там типа деньги выделяются на жилье депутату, и Борис Филатов, и там не только он, там тысяча этих, ну, человек сто, мультимиллионер из народных депутатов умудрялись брать вот эти деньги от государства на жилье, являясь мультимиллионерами. Тут еще вопрос морали, даже может быть человек под эти критерии не подходит, но он хорошо себя в жизни чувствует, он добровольно может оказаться от пенсии в том числе. Ну да. Поэтому это не проблема. Здесь, значит, что я хотел еще, про недором, мы вкратце сказали, про амнистию капитала, ты категорический противник, ты сказал. Ну, я не вижу зачем. Ну, вот, ну, какой смысл? Вот смотри, допустим, сейчас у нас, пусть там какие-нибудь там миллионеры корейки, там какой-то прокурор, вот у нас был генеральный прокурор такой Васильев. Личное состояние там оценивается 575 миллионов долларов. Человек всю жизнь там на госслужбе, в прокуратуре, в Верховной Раде. Ну, вот что мы, там, амнистия капиталов. Ну, зачем она нужна? Ну, пусть человек инвестирует эти деньги. Понимаешь, он же все равно их там, наверное, навряд ли здесь держит. Они у него где-то там на Западе. Так в этом же и фишка. Не, ну, просто если мы начнем какую-то говорить, что мы хотим с них получить какие-то еще проценты, ну, это как-то затормозит, человек будет думать, вводить, не вводить. А если мы просто здесь создадим хорошие условия для бизнеса, ну, и появятся инвестиционные фонды, венчурные фонды, люди будут тут инвестировать, ну, зачем усложнять это все еще, амнистия капитала? Ну, вот я не знаю, я просто не вижу целесообразности, понимаешь? Ну, ты понимаешь, сейчас много очень людей, и начиная с наших олигархов, я вообще думал про 5-10 процентов, я там говорил, если человек сепаратизм, если к сепаратизму хоть как-то причастен сразу до свидания, это не обсуждается, он должен отвечать по закону, и просто за, как бы, жизни украинцев в том или ином формате, то есть криминал. Если это не доказано, тогда он может легализироваться. Была идея в том, чтобы они оттуда, помимо того, что выгодно, с них снимается весь этот шлейф. То есть если под них копали, ну, это экономическое преступление, которое вот, ты знаешь, как это все оформляется, когда у тебя есть связи, вроде и следствие идет, и ничего не могут найти, он просто дает эти бабки, он заводит их в Украину на счета, и все автоматически, хвост этот уходит, все. Если это речь про экономическое преступление. Ну, смотри, вот сейчас Гетманцев объявил эту амнистию, да? Она же там была тоже вот под 5 или под 10 процентов. Там было больше по-настоящему, и там же условия идиотские, что ты не можешь со счета снимать деньги, это так не работает. Да, чтобы они, ну, или чтобы купили ОВГЗ, ну, кстати, нет, если бы кто-то хотел действительно легализовать деньги, он бы воспользовался. Ну, серьезно, я считаю, это были довольно-таки льготные условия для того, чтобы у тебя потом был легальный капитал. Так нет доверия к государству. Они же понимали, что это потом будет реестр и возьмут за одно место. Да, но просто и доверие к государству, и, ну, на мой взгляд, это не нужно никому. Но в этом нет необходимости, понимаешь? Любой товар, любая услуга, она должна искать своего потребителя. То есть на это должен быть запрос. То есть если бы в обществе был запрос, блин, хотим амнистию, вот хотим амнистию, тогда можно было бы сделать, но такого запроса нет, никто ей не будет пользоваться. Вот если мы сделаем здесь нормальные рыночные условия и все заработает, то может следующие поколения или следующая каденция, которая придет после нас, пусть они думают об этом. Ну, мне кажется, если мы хотим все-таки запустить экономику и сделать такое свободное общество, с этого точно не надо начинать. Вот надо, чтобы все заработало, пошло там, начала проворачиваться экономика, все повыходили из тени, и может тогда, когда-то решим, что, блин, ну да, надо какая-то амнистия. Но я просто не вижу целесообразности. Нет, принято. Разные точки зрения это принимается. Мы не должны, не можем быть во всем единомышленники. Принимается вопрос для дискуссии. Это все понятно. И тут два, кое-что я там пропускаю, то, что меньше важности. Два момента, которые я хочу обсудить. Первый, это закон про выборы. У Десяча еще минут 15 там, да? Да, есть, есть. Закон про выборы. Нынешняя система, это даже не королевство, кривых зеркал, это маразм. Когда непонятное законодательство избирательное, никто не может объяснить, как все-таки избраться. И порог 5 процентов. За тобой должны стоять олигархи. 30-50 миллионов долларов, я считаю, чтобы ты хоть какие-то шансы имел. Это ненормально. Я согласен с тобой. Оно должно быть, и должны быть снижены, вот этот порог, 5 процентов, там до 2, до 3, и убраны залоги. Вот сейчас нужен залог, чтобы там партия участвовала, да сколько там, 2,5, по-моему, миллиона. А может сейчас, в связи с инфляцией, скажут, там 4 миллиона. Да, так оно и будет, да. Ну блин, то есть нормальные люди, которые просто там, общественные деятели, волонтеры, они не имеют возможности участвовать в выборах, просто нет таких бабок, чтобы вложить. Конечно, они могут объявить там сбор какой-то еще, но это ненормально. То есть, ну не должно быть никакого барьера. Нету в развитых странах, чтобы вносили какой-то залог. Ну что это такое? Конечно. Залога не должно быть. Естественно, должна быть система с открытыми списками, когда все видят, чтобы такие черные лебеди, как гетманцев, не залетали в парламент. Конечно, должны быть открытые списки, чтобы все видели, что там будет. И какие-то еще параметры с точки зрения фильтров. Мне вот очень интересно было, это Марьяна Безуглая написала там пост, что должны быть фильтры типа от идиотов. Это было так смешно читать из ЕУ, что да, вот регистрируют такие законопроекты тупые, и вот этот депутат Мазурашу, который там от пяти до семи лет запретил в власти. А потом я посмотрел, что ее законопроект, когда она предлагала расстреливать солдат за Непокору, оказывается, Мазурашу был соавтором тогда вместе с ней. Я знаю, я его лично знаю. Вообще, вот от таких людей, ну я не знаю, какие фильтры, должно быть что, освидетельствование у психиатра, или, ну что-то, наверное, что-то должно быть. Потом бы я бы, конечно, знаешь, ограничил бы Верховную Раду по возрасту, там, мне кажется, там до сорока лет, там, не знаю, ну, нечего делать в Верховной Раде. Ну, не знаю, там, ну какой-то возраст должен быть уже у человека, все-таки должен быть жизненный опыт. Да, минимально я согласен. Может быть не сорок, но то, что сейчас, это как бы, не знаю, чуть-чуть не то. Когда человеку 25 лет, ну что человек 25 лет, как он может быть депутатом? Ну, человек ничего в жизни не понимает, у него своих детей еще не было, он не знает, как растет семья, что такое эмпатия, что такое папа, мама, бабушка, дедушка, ну, дети, внуки. Он не понимает, как работает социум, он пока еще ребенок, он еще не взрослый человек. То есть, ну, или там человек, который никогда в жизни никому зарплату не платил, ни за кого не отвечал, коллектив ничего не организовывал. Ну, блин, ну люди, которые ничего в своей жизни не сделали. Там какая-то, я помню, Оксана Педласа, да, там какая-то девочка пришла, которая там ФО показала, кто-то ей на этот ФОП 500 тысяч гривен перевел просто перед выборами. Ну, блин, ну что это такое? Ну, это же смешно. Поэтому, да, избирательный опыт должен быть переделан, конечно. Два процента, два-три, но на первом этапе я склоняюсь к двум. Должно сойти много партий. Я вот мечтаю, что партия предпринимателей появилась и людей, которые вернутся в Украину из эмиграции вынужденной, которые уже весь ужас, почему они должны были уехать, этот вот увидели и увидели как там и поняли, что в Украине можно построить гораздо круче, чем где бы то ни было. У нас для этого все есть. И пусть эти много партий, это будет здоровый политический процесс. Но когда пять олигархов все поделили, это не здоровый политический процесс. И это люди должны все понять, кто будет слушать. Это для вас важно в первую очередь. Вы никогда не увидите там, кого вы хотите и будете всегда обречены выбирать из ужаса вот этих, которых мы выбирали 32 года. Да, проблема в том, что бороться за власть придется по старым правилам. Конечно. Это с шулерами садиться играть за стол в карты. То же самое. Да. Ничего, будем осваивать выборные технологии, будем бороться. Ну я думаю, ты знаешь, а ты как думаешь, следующие выборы все-таки в Ютубе будут проходить? Но я имею в виду, что это будет инструмент влияния Ютубу. Думаю, да, конечно. Конечно. Сейчас огромное количество людей смотрят Ютуб. Я не знаю, кто там единый марафон смотрит, не смотрит. Ну, наверное, есть там зрители. Но я думаю, Ютуб сейчас рулит. Совсем старшее поколение и я думаю, больше в фоновом режиме. Это же невозможно отмониторить, как человек внимательно смотрит или в фоновом режиме. Поэтому, ну знаешь, для фона телевизор. Я думаю, что что-то мне подсказывает, что будет Ютуб мощнейшей силой. Потому что они этим телемарафоном еще больше загнали людей в то, что все, это больше не источник получения информации. Теперь только Ютуб. Да, я согласен. Мне-то кажется. Да, по поводу коротко языковой вопрос. Вот я там сказал украинский и английский национальный и переход на латиницу с кириллицы. Я для чего это сделал? Просто хочу пояснить. Легче воспринимать иностранцам в плане вот латиницы. Во-вторых, раз уж мы так с Россией получилось, уходим от кириллицы. А почему второй английский? Потому что мы должны быть, дети получают сразу же огромный бонус, вырастая в идеале, являясь носителем английского, так или иначе. В международном сообществе наш партнер главный – это США. И надеюсь, так будет и дальше. Это более легкая интеграция. Ну, украинский здесь все понятно. Но русскоязычных не надо трогать, не надо как-то вот забыть просто эту тему. И с поколениями оно все, сам этот вопрос выровняется. Ну, зачем тебя или меня, которые в быту разговаривают на русском, что-то там переучивать, на нас давление оказывать? Ты как на это смотришь? Я с тобой согласен. Ну, во-первых, мне кажется, что украинский язык уже победил. То есть… Сто процентов. Да. Вот у нас сейчас украинский язык стал таким, ну, скажем так, элитным. То есть, когда человек хорошо владеет украинским языком, это приятно слушать, и это сейчас хорошо воспринимается и в обществе, и на любых там каналах, и тебя приглашают с удовольствием, когда ты можешь на украинском языке нормально разговаривать. Это первое. Второе. Так как у нас система образования на украинском языке, что все, через два-три поколения все абсолютно сто процентов граждан Украины будут свободно говорить на украинском языке. То есть, это будет второй родной язык. Уже не будет такого, что человек там на русском разговаривает хорошо, а на украинском с акцентом, да. То есть, когда ребенок уже со школы, вот моя дочка, она сейчас, ну, она в общем националист, она с нами только на украинском языке разговаривает, то есть, и переписывается на украинском. Поэтому, вот дети, которые сейчас школу проходят, для них уже украинский язык это второй родной. Они все уже билингва, ну, из русскоязычных семей, я веду. У них два языка уже, они спокойно. То есть, вот эта вот нетерпимость к русскоязычным взрослым, которые уже без акцента никогда не смогут говорить. То есть, ну, свободно на украинском языке, вот, лично я говорить уже не смогу никогда. Я буду, конечно, усовершенствовать, там, лучше говорить, там, словарный запас будет увеличиваться, но свободно, как на русском, там, остро реагировать, там, шутить, да, я уже не смогу никогда. Это надо честно признать. Поэтому, заставлять людей, взрослых, переходить на украинский язык, особенно, там, в частном бизнесе, каком-то там, там, частная парикмахерская, да, ну, ну, зачем, зачем тебе, чтобы вот с тобой обязательно там разговаривали на украинском? Ну, вот, это я не понимаю, поэтому, мне кажется, два места, где украинский язык обязателен, это школа образования и центральный орган, вот, навчевание, да, госорг, вот ты идешь на госслужбу, все, значит, украинский язык даже, ну, мастхэв, и там, верховная рада, то есть, центральные органы, но местные органы власти, там, допустим, в Харькове, Днепре, в Одессе, ну, если большинство людей, там, русскоязычные, ну, вот, какой смысл им, там, над собой, там, насилие делать какое-то и заставлять себя говорить на украинском перед русскоязычными людьми, да, ну, это, ну, какой-то... Конечно, абсурд, абсурд, и надо же понять, тоже людям важно это сказать, никто же не выбирал это, ну, родились в таком регионе, исторически была частью совка, ну, так случилось, так что теперь за это поубивать? Ну, в том-то и дело, что многие люди не понимают, что родной язык, он же формируется у ребенка, там, как он родился, вот у него там эти все нервные, там, связки, артикуляционный аппарат, нейроны, это же все родной язык, вот, я Сапольского слушал, он прикольно так говорит, что, он говорит, что если человек начинает учить второй язык после 12 лет, он никогда не сможет говорить без акцентов, то есть, вот его родной язык сформировался до 12 лет, и все, все остальное уже будет с акцентом вот этого первого языка, то есть, ну, так человеческий организм устроен, это уже как часть тела, как такая вербальная кожа, ты уже ничего не можешь, не зря же там в декларации прав человека, там, в одной строчке стоит, там, мовная знака, религийная знака, и колер шкир, то есть, ну, то есть, это все одно и то же, это как части тела, если там религиозный тоже вопрос, если тебе с детства, твои там папа, мама, бабушка, дедушка, как-то молились, тебе что-то про Бога рассказывали, и ты в этой атмосфере вырос, в эту церковь ты ходил, то потом, когда тебе стало там 14 или 18, и вдруг тебе начинают говорить, что твой Бог неправильный, там, это тоже, ну, получается, вот эти вещи, которые касаются цвета кожи, или там этничности, да, вот ты родился в семье, там, казахом, ты казах, ну, ты что, ты это не можешь изменить, а когда тебе начинают говорить, что ты неправильный украинец, потому что ты казах, ну, блин, ну, это просто смешно, даже в 21 веке, когда поднимается вопрос, вот этой чистоты крови, там, этноса, ну, блин, ты правильный, неправильный, ну, я в это не верю, что только этничный украинец может чувствовать там спорительность с украинцами, с Украиной, да, блин, любой человек, который здесь родился, и даже, ну, вот я приехал сюда, я приехал уже во взрослом возрасте, но я Украину ни на что не хочу менять, я хочу здесь жить, и уже до самой смерти, поэтому, я не знаю, зачем нужно вот эти, будоражить эти вопросы, которые, вот есть декларация прав человека, там четко написано, по каким вопросам не должно быть дискриминации, декларация написана кровью, кровью и кровью, разных там, руант, всяких там, Милошевичей, везде, где были эти этничные чистки, религиозная резня, все это написано кровью в декларации прав человека, нам надо ориентироваться на эти европейские ценности, принять это, и воплощать у себя в жизнь. Я согласен, то, что ты сказал там про эти этнические все моменты, это удел, либо негодяев, а скорее всего и негодяев, и чистая политика, то есть политики, которые не брезгуют поссорить людей в те моменты, когда их надо склеивать, то сейчас нацию надо было склеивать, и из 13-го года ее надо было склеивать, а некоторые открыли ящик Пандоры и не брезгуют этим, вот люди должны это понимать, политика, личные интересы и не более того, а потом этот человек сам дома в быту на русском разговаривает, что самое смешное, и это я говорю, как людина, которая на украинском языке добро умеет разговаривать, и все же у тебя в украинских школах учился, так что это вообще не проблема. И последнее, это вот конституция, я говорю, что нужно менять, ты как считаешь полностью, переписывай? менять нужно обязательно, я вот разговаривал тоже с разными конституционалистами, они говорят, вот Гена Друзенко есть такой, он говорит, что срок жизни любой конституции 20 лет, то есть каждые 20 лет вносятся правки, все время обновляется, не может, чтобы конституция была как замерзший организм, все развивается, а конституция у нас самая лучшая в мире, всегда надо вносить что-то новое, поэтому я за то, что вот ты упомянул, конституционный суд, я за то, чтобы его не было, тем более так, как он сформирован, из кого он состоит, и как они рассматривают все вопросы, такого не должно быть органа у нас, и вот возвращаясь в судебной системе, мы как-то привыкли, что должны быть суды там хозяйственные, уголовные, административные, вот блин, прямо на все случаи жизни тебе нужен отдельный суд, хотя многие вещи можно решать, допустим, там две компании заключают какой-то договор и говорят, мы своим арбитром выбираем, допустим, Поперешнюка, да, так это в Америке работает очень популярно, да, Поперешнюк скажет, так мы и будем делать, или вот, или там, староста, сельрады нашей, там, вот мы, староста, будет решать наши споры, то есть, не нужны такое количество судов, там, это, ну, это уже сумасшествие у нас в Украине, с этой судовой системой, и поэтому Конституция, конечно, должен сформироваться орган, которому бы люди доверяли, какой-то там Конституционный конвент, где такие вот, как там Шишкин, там, Друзенко, другие люди будут заседать, плюс там с каждого региона приедут какие-то представители, и они будут там вот сидеть и думать, как же правильно прописать, чтобы это был общественный процесс, чтобы все люди знали, вот пишется Конституция, любой человек может зайти на сайт, посмотреть наработки, вот так, да, я считаю, да, вот так надо процесс, чтобы он был общественный, чтобы это не было, что пришел там Мартин Лютер Кинг, да, прибил куда-то свои там табличку и сказал, вот будет вот так, ну, все-таки сейчас такое у нас информационное общество, мы все хотим принимать в этом участие. Однозначно, я когда этот пункт туда вносил и подразумевал, я вижу все-таки за основу американскую Конституцию, она написана не святыми людьми, но это дало возможность построить великую страну, со своими проблемами, особенно там при нынешнем президенте, но все-таки идеального ничего в мире нету, я считаю лучшее, и там я сделал ключевые вот моменты, право на вооруженное восстание по Конституции, плюс мы там не обсудили легализацию оружия, это входит, это все как раз связанные моменты, чтобы чиновники государства не чувствовали себя сильно спокойно, и всегда понимали, что их в самом худшем случае может это ждать. и право на отзыв голоса, это вот тоже ты говорил там по поводу депутатов, как Мазурашу, Безуглая, я считаю, вот это тоже инструмент, человек наобещал одно, пришел делать совершенно другое, собрали подписи, просто четкую процедуру специалисты прописали, я сейчас не готов прям досконально рассказать, концептуально только, отозвали и до свидания, а если ты начудил, так и ты еще будешь по закону отвечать, помимо того, что ты уже просто не депутат. Ну да, в наш цифровой век, ну в принципе, это видится, как какая-то электронная система, которая, где, я вот против тайного голосования, мне кажется, что каждый человек должен, ну открыто свой голос отдавать, вот я там голосую, там за Безуглую, или там, я вот за Гетманцева голосую, и они там сделали фигню, я прямо онлайн, тут же открываю сайт, или что-то там, и снимаю свой голос, все, я больше, я свой голос отзываю, я вот сейчас был там за Безуглую, а сейчас буду за Мазураша. Да, то есть, и чтобы эти голоса были онлайн, и сразу, если рейтинг какого-то депутата, там, упал ниже, там, какого-то уровня, там, или там количество голосов уменьшилось, все, этого депутата меняем, перевыборы. Ну, вот, да, я примерно так это тоже вижу. Да, гибкая, живая система, чтобы можно было отзывать свои голоса, да. Это не царьки, которые пришли на 5 лет, и все, он уже, его нельзя никак, типа, топляемые люди, и все, что-нибудь хочешь не делай, им все ни почем. И они потом предлагают знака на проекты, ему неприятно читать комментарии, значит, давай на 5-7 лет этого человека посадим. Неприятно читать комментарии, уйди с публичного пространства, не занимайся политикой, в библиотеку, иди работай, не будь читать комментарии. То есть, это просто, уже за гранью понимания, такое впечатление, что это специально, ты понимаешь, специально делается такое впечатление. Ну, да. Унижение для любого гражданина Украины. Хорошо, спасибо большое за разговор, мы так иногда коротко, иногда не очень прошлись, я думаю, людям будет интересно, и это важно, чтобы люди понимали, что не просто бла-бла-бла поговорили. Если мы это не сделаем, или приближенные к этому, не будет той Украины близко, которую мы хотим. А жизнь, часики тихают, вот что важно. Да, я призываю тоже и твоих зрителей, и своих подписываться, и на твои, и на мои каналы, и надо распространять эту информацию, но только так, через публичное пространство, будем находить друг друга, объединяться, а когда настанет время Че, значит, будет и политическая партия, и участие в выборах. Да, я тоже говорю, подпишитесь, вообще мне не жалко подписчиков, я везде размещу, подписывайтесь на канал Павла Себастиновича, репост, сделайте видео, чтобы как можно больше людей его посмотрело. Я тоже, я жду окончания войны, и, честно говоря, я очень хочу быстро, как можно быстрее политический процесс, потому что уже так допекло, это все, короче говоря, дай Бог быстрее победу просто. Хорошо, Денис, спасибо тебе за приглашение, классно, что ты говоришь. Все, остаемся на связи, думаю, будет еще повод поговорить. Хорошо, давай. Все, счастливо. все, так вот, все, с тобой, все, все, все,